Эй, меня не видно, да? Привет, ты на канале Мэджик Пэтс, я Софи, а тут еще за компьютером со мной прячется. Ну давай, Юми, выходи, ну че ты? А че надо говорить-то? Короче, весь сценарий мне испортило. Давай заново! Да так уже неинтересно. Я Покемон Юмичу, привет! А я, а я, Юми, Юми, да дай мне вылезти, да подожди ты, ну, я же еще не представился. Приветик, ребята, я Эйвен. А это наша Миша Лайк. Да, да, привет! Короче, ребят, тут такое дело, сегодня я на нашем общем семейном канале с Аней, Мэджик Фэмили смотрела такое видео, там такой влог вышел, вы офигеете. Там Аня вместе с нашим Покемоном Юмичу ходила на первый канал, в передачу сниматься. Да подожди, подожди, тетя Фина, да я расскажу. Ой, Юми, ну ты лично, ну, погордиться даже нельзя. Обязательно посмотрели этот видос. А еще показали, как там все устроено за кулисами. Я там в туалет ходила, прям посреди комнаты. А еще другая маленькая собака меня укусила. А еще Юмичу там познакомилась с парнем. Неправда. Правда-правда. Не слушайте ее, ну, просто милый песик там был. Да ладно, Юмичу, пусть узнают про тебя. Короче, ссылка в описании, как всегда. А еще Аня там рассказала про то, как у нее украли айфон. И показала новый, который она купила. Эээ, 11-3. Да, это точно. Кстати, подписывайтесь на наш канал. Нам чуть-чуть осталось до двух миллионов. Давайте дотянем, а еще пишите комментарии свои, потому что они появляются в ролике. И ставьте лайки. Давайте, давайте, жмякайте, жмякайте на кнопочки. Не все о своем, о своем, а я вообще киса Алиса. И приглашаю тебя на нашу предновогоднюю фан-старачу 7 декабря в Москве в Крокус и Экспо. Аня, скорее всего, возьмет меня с собой, потому что это самая большая выставка кошек в стране. Так что приходи, будем фоткаться, обниматься и общаться. А во сколько мы там будем и в каком зале, Аня расскажет в наших инстаграмах, так что подписывайся на них. Приветико, я смотрю, вы тут без меня уже начали. Да. Ань-янь-янь, мы сегодня хотим закончить уже с этими слаймами-гигантами. Да уж, давно пора. Сегодня и закончим. Ну, расскажите ребятам, с чего все началось. Короче говоря, у нас было просто нереально много слаймов, и мы сделали из них 4 гиганта. И у каждого своя команда. У Эйвана Бро гигант из матовых лизунов, и пока что самый большой. Миша Лайк решила сделать антистресс больницу, и к ней пошли все больные слаймы, которых мы по вашим рецептам будем лечить. Она на втором месте по размеру после меня. У Софи Сан космический лизун из прозрачных слаймов, по-моему, самый красивый. А покемон Емичу, ну, как всегда, сделай себе команду с сопли слаймов. Короче, к ней идут все противные лизуны. И сегодня мы распакуем целую кучу мини-слаймов. И распределим их по нашим командам. И, наконец-то, будем проводить эксперименты с этими монстрами-гигантами по вашим идеям. Отлично, давайте начнем вот с этого мини-тубуса. Сейчас вытащу слайм оттуда как-нибудь. Аня, правда, что на твоем канале Анимазюк наконец-то вышло новое видео спустя 2 месяца? Да, правда, Юми. И ты, правда, рассказала ту страшную историю, которая с тобой произошла недавно? Да, Софиш. Я решила все-таки рассказать об этом ребятам. Я видела те фотки, и это капец. Как ты осталась жива. Ладно, пушистики, давайте не будем спойлерить. Ребята сами сходят, посмотрят. Если им будет интересно возрождение канала. А лизунчик этот был, конечно, красивенький, но сейчас явно испортился. Он очень прилипучий, еще и рвется при этом. Так что, куда его? Опять Мишина больница пополняется. Может, я тебя и выиграю по размеру? Все равно я вас всех побежду. Интересно, как Юмичу? Я еще не придумала. И вообще-то не побежду Юмичу, а побежу. На этом слайме было написано, согрей, и он поменяет цвет. У нас уже был такой слайм, и что-то пошло не так. Ой-ой-ой, кажется, тут тоже что-то идет не так. Слаймик превратился в кисель, в очень липкую жижу. И мне кажется, даже если я его замешаю, достать его не смогу. Так что, вряд ли нам удастся посмотреть, как он меняет цвет, потому что для этого его надо согреть. А чтобы его согреть, его нужно достать, а достать я его не могу. Да что ж такое, опять пополнение в Мишкину антистресс больницу. Так она в скором времени и правда меня догонит, это плохо. А Эйвену лишь бы выиграть, вот какой. Вот именно Эйвен, хватит нудить уже. У нас с Юми вообще вон самые маленькие гиганты. Самые маленькие гиганты, да, Софиш, звучит смешно. А я предлагаю открыть самые прям мини-мини-мини лизунчики. И может быть даже попробовать смешать их в один. Если они, конечно, будут здоровы. Так, надеюсь, нам сегодня повезет. Но этот малыш, кажется, засох. Кстати, он по цвету мог бы пойти в Юмин противный слайм. Жалко, конечно, но надеюсь, дальше будет лучше. Опять Мишину больницу. Следующий малыш. Ань, не забудь, ты же рукожопик. Все, что ты делаешь, портится. Эй, ну Софи, ой, мамочки, что это? У этого слайма какая-то черная плесень. Я такое вообще впервые в жизни вижу. Мне кажется, не стоит его отправлять в мою больницу. Да, пожалуй, я его вообще выброшу. Так что ты там про рукожопика говорила, Софи? Ну а, ну помнишь, все слаймы, которые выбирала именно ты, все были всегда испорченные. А когда выбирали мы, были нормальные. Смотрите, какой необычный кранчи слаймик. Ну и что, неправда, иногда мне везет. Вот сейчас открою вот этот вот лизунчик. И оттуда вылезет нормальный слайм. Вот, пожалуйста, смотри, Софи. Он такой миниатюрный, мне так непривычно. Последнее время слаймы всегда в огромных банках, такие большие. И мы с вами сделали таких гигантов, поэтому распаковывать минников так странно. Мы сейчас вот этих двоих соединим, мне кажется, получится красиво. А в этом половинчатом шарике кто у нас тут такой? О, мои любимые черные лизунчики. Еще и с маленькими шариками пенопласта. Такой мини-мини слайм. Соединим его тоже с этими. Сейчас хорошенько их всех троих замешаю, и у нас получится лизунчик побольше. Отлично щелкает. Так, а тут кто у нас? Эм, а вот в этой мини-баночке, кажется, кто-то, кто-то приболел. И стал очень похож на прям сильно засохшую жевательную резинку. Эх, еще один миник, и тоже испорченный. Что ж такое-то, а? Все эти больные зомби идут к мишке на лечение. Вот какой странный слайм получился у меня из тех мини. Почему-то он мне болото напоминает. Да, надо его как-то поярче, что ли, сделать. Так, ну-ка. Может быть розовый? Блин, да что ж такое, тоже больной. Ой, еще и с волосами. Что-то еще не повезло, и сегодня пока еще никому не повезло, кроме мишки. Все потому что Аня рука жжет. Тихо, неправда. Должно же мне повезти, неужели все, что я выбираю, правда плохое? Похоже Аня Софи, право. Нет, я вам не верю, вот этот вот слаймик более-менее. А по-моему, он явно приболел. Ну, он не очень круто тянется, но все равно, можно его вот с этими миниками тоже смешать. Надо же, чтобы моя композиция из мини-слаймов стала хоть немножко покрасивее. Ну, или она просто отправится в покемоновый суп-лислайм. Да уж, похоже на то. А может к тебе, Софиш? Или к Эйвону? Эй, ты че, покажи, по-моему этот чубрик ко мне. Вот именно мне в мою космическую красоту такой страшилы не нужен. Я тоже готов отказаться от этой жабы. Значит жабу ко мне? Ну, как скажите, ладно. Ура! Аня, только подожди, давай мы сами выберем, а? Возьми вот этот розовый. А, это типа потому что я невезучий рукожоп, да, София? Ну да, я хочу, чтобы мне хоть немножко повезло. Вот и проверим, сейчас тебе точно не повезет. Вот, смотри, смотри. Ой, че, неужели, правда, здоровый мини-слаймик? Еще и кранч из кучей мелких цветных порезанных резиночек. Еще и новенький, еще и красивый. Нет, ну вы че, серьезно что ли? Я что, правда со мной что-то не так? Хорошо тянется, несмотря на свои размеры, скручивается, щелкает. Короче, классный лизун. Вот, видишь, Аня, я же говорю, давай, добавляй его наконец-то в мой космос. Да, действительно, у тебя он будет красиво смотреться. А вот теперь возьми и попробуй выбрать ты. Ладно, сейчас посмотрим, я хочу вот это вот розовое яйцо. Вот сейчас по волшебному яйцу и проверим, везет мне или нет. Я уверена, что там будет классный слайм. Ага, очень похоже на обычное яйцо. Покрасное в розовый. Да ну, ну все, все, я так не играю. Ого, опять ко мне. Яичко в больничку. А теперь вот это ведерко открой, матовое. Посмотрим, может, Эйвену тоже не повезет. Между прочим, на ведерке прямо написано, Эйвен, бро. А внутри красивый такой мятный слаймик. Только, только кажется, кажется в нем что-то есть. Опять, опять такой монстр. Помните, мы его уже находили? Я все время их пугаюсь. Мне кажется, что это что-то живое, эти ежики. Кто-то из мальчика в комментах писал, что это новый вид украшений для лизунов. Что-то какое-то криповое украшение, если честно. Вот, пожалуйста, Эйвен тоже проиграл. Эйвен, это просто случайность. Но слаймик-то испорченный, в больничку к Мишке снова. Аня, открой вот эти мини-пиписинки. Юмичу, опять? Че? Вообще-то там еще лимон есть. И грейпфрут, по-моему. И говорится, не пиписин, а апельсин. Ой, да ну вас. Ну что, открывай апельсины. Аня, открой сначала вот это вот, вот это золотовое яйцо. И правда, раз речь зашла за яйца, распакуем сначала все яйца. Ну-ка, кто тут у нас бежевый слаймик? Пахнет ванилькой. И, по-моему, этот чувачок очень даже здоровый. Он, конечно же, маленький, ведь сегодня мы распаковываем мини-слаймы. Но тянется хорошо, к рукам особо не прилипает. Цвет у него, конечно, странный, если честно. Он очень похож на мороженое, даже пахнет мороженым. Но цвета как человеческая кожа. Поэтому он в мою команду. Нет, покемон, только не лизать. Пахнет тут едой. Ну что, ребятки, давайте определим его в команду. Смотрите, как он растягивается. Он, конечно, матовый, но мне такой не нужен. Что тут определять? Он по-любому в мой собственный слайм. Хорошо. В распаковке мини-слаймов Миша прям с Юми лидирует. Да уж, давайте желтых откружаем. У меня сегодня вообще никого не было. Ой, Эй, Ван, не будь нытиком, у тебя самый гигантский слайм. Я сейчас сниму все ободочки с этих баночек. И если все эти мини-лизунчики здоровые, мы их прям смешаем сразу. Вот такой у нас красивый оранжевый апельсин. Они все такие малюсенькие, что аж странно. Обычно слайм еле в руке удержишь, а эти нужно пальцами держать. Апельсин нормальный, сейчас посмотрим на лимон. Похоже, лимон тоже здоровенький. Сейчас сразу грейпфрутик откроем. Ну что ж, они все практически одинакового цвета. Оранжевый оттенок у них у всех. И по прозрачности примерно похожи. Все эти миники неплохо тянутся, к рукам не прилипают. И довольно хорошо растягиваются. А когда мы их смешали, из трех мини-слаймов получился более или менее нормальный по размеру лизун. Ну что ж, так как он полупрозрачный, кладу его к тебе, Софи. А, нет, стой, Ань. Что такое? Это же твоя команда. Нет, слушай, мне по цвету не подходит. Вот именно, Ань, ты что, да, в тоник? Он же оранжевый какой-то. А у меня космический слайм. Ну да, согласна. Но тогда ничего не остается, как добавить его к Юмичу. У нее похожие цвета. Что-то мне сегодня вообще не везет. Смотрите, я нашла два слаймика в таких интересных баночках в виде барабанов. Синий с блестками и коричневенький. Предлагаю открыть этих миников и тоже, если они бодренькие, замешать в один. Они в любом случае, скорее всего, так как матовые, пойдут к Эйвену. Всякие пластиковые украшения нам надо из них доставать. Потому что мы же потом их будем блендерить. И наш блендер может из-за этого испортиться. Смотрите, какой красивый слайм из-за того, что в нем столько много блесток. И он такого насыщенного фиолетового цвета. Извините, ребят, но на сегодня это последний. А завтра, да распакуем и снимем остальные миники. И ваших гигантов. А то мне пора пойти с Ки с Алисой заниматься. Я ее готовлю к встрече 7 декабря в Москве в Крокус Экспо. С Мэджиками на Винтеркэтшоу, где будет очень много людей и очень много кошек. Тогда добавляй этот антистресс ко мне в команду. А ребятки, которые нас сейчас смотрят, идите на канал Мэджик Фэмили и смотрите супервлог. Где я ходила на телек, там столько всего. И на твоем канале видео, да? Да, и на моем канале очень серьезный ролик. Ссылки все внизу. Обязательно подпишись, поставь нам лайк и напиши комментарий. Не будь редиской. Очень скоро увидимся.